Однажды к мудрому старцу пришла женщина и сказала, «Ты два года назад заключил брак между мной и мужем. А сейчас разведи нас. Я не хочу с ним больше жить». «Какова же причина твоего желания развестись?» – поинтересовался мудрец. Женщина так объяснила. «У всех мужья вовремя возвращаются домой, мой же супруг постоянно задерживается. Из-за этого дома каждый день скандалы». Старец, удивившись, спрашивает, «Причина лишь только в этом. Да, я не хочу жить с человеком, обладающим таким недостатком», – ответила женщина. «Развести-то я вас разведу, но при одном условии. Возвращайся сейчас домой, испеки большой вкусный хлеб и принеси мне. Но когда будешь печь хлеб, ничего не бери в доме. Соль, воду, яйца и муку попроси у соседок. И обязательно объясни им причину своей просьбы», – сказал мудрец. Женщина отправилась домой и принялась за дело. Зашла к соседке и сказала. «Соседушка, одолжи мне стакан воды. У вас что, вода закончилась? Разве во дворе не вырыт колодец?» «Да, есть, но я пошла к мудрому старцу, чтобы пожаловаться на мужа и попросила развести нас», – объяснила женщина. И как только она закончила, соседка вздохнула. «Эх, если бы ты знала, какой у меня муж!» – и начала жаловаться на своего супруга. После женщина отправилась к другой соседке, чтобы попросить соль. «У тебя соль закончилась, просишь всего одну ложку?» «Соль есть, но я пожаловалась старцу на мужа, попросила развода», – говорит та женщина. И не успела она закончить, как соседка воскликнула. «Эх, если бы ты знала, какой у меня муж!» – и начала жаловаться на своего супруга. Так, кому эта женщина не заходила, чтобы попросить продукты, – ото всех слышала жалобы на мужей. Наконец она испекла большой вкусный хлеб, принесла мудрецу и отдала со словами «Спасибо тебе, отведай мой труд вместе со своей семьей». «Только не думай разводить меня с мужем». «Почему, что случилось, дочка?» – спросил мудрец. «Мой муж, оказывается, лучше всех», – ответила она ему.